Друзья, всем привет! Как я и говорил, наверное, каждую неделю буду снимать такие видосики относительно того, как прошла у меня неделя, что было нового, что увидел, чему поразился. Ну, во-первых, вот неделя прошла, и мне снова удалось выбраться в лес. Хотя были свои какие-то моменты, всё, но получилось. Из глобального я всё больше и больше понимаю, что когда говоришь правду, когда не юлишь, когда чувствуешь за собой, именно за собой, какую-то, ну, может быть, правоту, какую-то свою искренность, и даже если на первых порах становится тяжело, как-то неудобно, неприятно, всё такое, в конечном счёте ситуация выруливается, и всё становится так, как и должно быть. И самое главное, в этом плане после становится действительно легче и в моральном плане. Я это и раньше знал, но просто ещё раз убедился. Следующий момент. На этой неделе очень активно изучал литературу по тактической медицине. Дело в том, что я в своё время, ну, кто знает, кто-то, может, не знает, себя покажу, чтобы вы видели. А то себя не показал. У нас же традиция, что я себя тоже показываю. Что не просто так. У меня, правда, комары уже накусали, поэтому я не знаю, как морда выглядит. Ну, ладно, хватит немножко, посмотрели. В своё время я заканчивал курсы по оказанию первой помощи. Есть у меня и сертификаты, и всё. И сертификат удостоверения инструктора, имея право преподавать. И параллельно с этим, энное время назад, я озадачивался именно ещё и тактической медициной. Конечно, что-то я знаю и знал хорошо в силу моего образования. Какие-то вещи я постигаю на данном этапе только теоретически. До практических навыков ещё далековато. В частности, ну, это вот, например, внутрикостные инъекции, хотя они не всегда и нужны на данном направлении. Но, тем не менее, внутривенные инъекции я не очень хорошо умею делать. Умею, но плоховато. То есть, это те вещи, которые требуют действительно навыка и отработки этого навыка. Ну, и таких специальных моментов, некоторых других, которые характерны именно для тактической медицины. Тем не менее, у меня есть литература. Я потратился, я купил несколько книг, учебников. И потихоньку их изучаю, читаю. И на этой неделе действительно дома сидел вечерами. Не ради того, что это нужная какая-то обязаловка, а потому, что мне интересно. Вот я это дело сидел, читал, штудировал. И я понимаю, что мне это интересно и, возможно, пригодится. Потому что мысли всякие в голове гуляют. Собственно, задумался я на этой неделе о том, что действительно упустил. А упустил я так называемое в плане инвестирования. Ну, это на мой взгляд, я могу ошибаться. Вот этот ИИС, счет, так называемый, который ни к чему абсолютно не обязывает. Но чисто теоретически можно было бы его открыть. Я об этом задумывался, кстати, когда мне было еще лет 30. И вот сейчас бы уже прошло, по сути, почти 15 лет. Уже бы что-то было. Какие-то бы знания определенные и все. В общем, по-новому эта тема как-то в голове крутится. И, по идее, такой достаточно интересный этот инструмент, может быть, и открою. Повторюсь, ничего это не стоит, а некоторые интересные и полезные механизмы там есть. Особенно, когда у вас есть некоторые лишние средства. Но даже если их и нет, то тоже можно открыть. Вот обратите внимание, кстати, сейчас показываю вам место. Очень шикарное. Видите, все зеленое. И почти вот эта вся растительность, она съедобная. Вот мы здесь видим сныть. Мы здесь видим крапиву. Ну, а если полазить, можно что-нибудь еще найти. Какие-нибудь полезные. Ну, не то, что полезные, а более-менее съедобные травы. Собственно, вот так прошла у меня эта неделя. Такие вот мысли, такие заметки. Вот. Книжку еще прочел одну небольшую. Классика. Там что-то страница 40 примерно. Прочел, причем интересно. Половину прослушал аудио, а половину прочел именно текст в электронном виде. Ну, будем считать, что почитал. Это для того, чтобы немножко мозг в разных направлениях думал, развивался и не застаивался на чем-то одном. Не скажу, что было суперинтересно, но для себя. Вот так прошла эта неделя. Такой небольшой отчетик. Всем пока. Продолжение следует...